то время суток с вами снова mzap меня зовут павел мастер-приемщик сегодня хотелось поделиться одним интересным случаем к сожалению имеет место быть на об автомобиле мотор d4 cb 12 года пробег 154 тысячи принципе автомобиль клиент говорит очень нравится но есть ряд неисправности которые горит уже не могу достали ребята помогите спасите что мы имеем турбокомпрессор из последнего ремонта турбокомпрессоры заменены с форсунками поменены новые стоят вакуумный усилитель главный тормозной цилиндр вакуумный насос все поменено но проблема суть в чем говорит в пробках когда нагревается эффективность тормозов она теряется снижается то есть ну вроде все завязано вакуумной системе насос усилитель тормозной цилиндр но проблема не устранена сегодня попытаемся ответить на данный вопрос сказать расскажем от чего еще зависит и какие проблемы могут у нас быть в общем отвечаем на данный вопрос все поехали михаил наш мастер сегодня добрый день будем разбираться что с нашим автомобилем и так напомню турбина новая вакуум насос новый усилитель новый главный тормозной цилиндр новый но нареканий с тормозами опять же что у нас там с мотором степью тоже вопрос вызывает ну что он на что начнем как обычно в таких ситуациях мы в принципе как сервис довольно таки съевший собаку на этих всех проблемах мы всегда начинаем после того как человек все поменял мы начинаем самого важного мы начинаем замерять замерять давление масла почему потому что это первая причина всех этих неисправностей которые он чинил как бы неисправности он пытался исправить но причину такая никто ему и не нашел сейчас мы померяем померяем давление масла в первую очередь и по результатам будем смотреть что будет происходить дальше если давление масла будет ниже положенного а мы напомним как мы уже много раз говорили что если давление масла в двигателе d4 cb евро 4 170 сил меньше чем 18 то значит проблема будет уже в поддоне тогда что начинаем мире давление давление масло меряется здесь принципе на этом автомобиле не сильно сложно как вы видите я снял впускной патрубок который идет от воздуха на к турбине и под ним там вот есть вот он пошел проводочек разъемчик вот он второй разъемчик там стоит датчик давления масла лучше всего мерить именно в этом месте почему потому что ну датчик давления стоит самом первом месте где можно померить давление масла там она будет самое точное там берем головочку на 24 удлинитель трещоточку и вперед единственное что при откручивании нужно обращать внимание на то что как крутится датчик то есть там есть еще штуцер он прикручивается на медную шайбу когда вы его откручиваете есть возможность потерять эту шайбочку потом которую не найдешь как обычно и смотрим в принципе у нас пошел только датчик штуцер не открутился это хорошо потому что потом попадать очень тяжело резьба здесь конусная на манометре для замера давления тоже конусная резьба мы принесем покажем как это выглядит и так прибор несложный шланг трубочка переходные эксперт переходничками и сам манометр видите здесь циферблат он в барах прям показывает сколько давления манометр мы вкрутили теперь ставим обратно патрубок заводим и греем автомобиль до рабочей температуры почему до рабочей ну во первых чтобы маслонасос успел прогнать все масло через себя через заборник во вторых рабочая температура это как бы показатель то есть правильные показания по давлению и так как мы видим давление при первом запуске уже будем говорить откровенно так себе двоечка это как бы еще нормально но учитывая то что он в принципе автомобиль горячий но не сильно сейчас мы посмотрим ну оставим его минут на 15 посмотрим что он нам покажет позже упадет она не упадет и если упадет то насколько звука конечно двигатель работает громковато вроде бы картерных газов и сильно много но это тоже не показатель можно их турбина высасывает оставляем его вкус прокачивает масло пусть греется ну что принципе прогрелась она уже более или менее ну скажем так не прям уже до 90 градусов как положено но у нас манометр велит уже ее глушить потому что как вы видите 0 вот эта длинная стрелочка 1 и здесь уже меньше чем 14 обычно мы после увиденных показателей сразу рекомендуем в принципе дальше уже никакие действия не предпринимать кроме как снимать двигатель и уже разбирать его смотреть что у него случилось ну посмотрим так захочет клиент что он скажет либо мы сейчас снимем поддон посмотрим что внутри либо будем снимать двигатель и уже разбирать его смотреть впоследствии потому что при таком давлении там как минимум будет стружка в поддоне как минимум забрала вкладыши сейчас будет согласовывать клиентам дальнейшие наши действия геннадий вячеславович это тех-центр приемщик павел смотрите ну как и предполагалось замерили давление на горячую 1,4 при номинальном минимальном пороге 1,8 поэтому требуется снятие поддона осматриваем вкладыши в маслоприемник и сам негативном раскладе разборка снятие разборка двс нет 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 заменить цепей речь не идет потому что у вас проблемы с коленвалом вкладышами где-то вот в эту область самый негативный вариант это ремонт ремонт либо замена двигателя состояние вкладыши да 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 но по опыту могу сказать что наверное их часть может быть маслоприемники лежать уже хоть и ступы нету мотора но так как отсутствует давление это говорит нам о том что вкладыши тыльных скорее всего там уже нет ну потом скинем все будет ясно давайте не будем бежать вперед паровоза так сказать давайте убедимся в этом и потом уже будем калькулировать считать вариантов предлагать несколько у нас есть готовые белые моторы либо очинить ваш все зависит от состояния в каком состоянии вала он стали бог все ожидайте тогда я наберу спасибо разговор мастера вы слышали видели так что что мы будем делать снимать ну естественно сначала пыльничек вот этот потом фильтр масляный сливать масло двигателя и снимать поддон смотреть что в заборнике сажа в принципе нам долго ждать не надо пока все стучат все равно снимем поддон там что-то в нем останется если сольем с него бочку прям напрямую пробочку я сразу затянул а теперь берем пистолет головочку на 10 покручиваем все булочки крепления поддона вот они маленькие шестерочки как хорошо снимается видео потому что когда идет видеосъемка при работе двигателя у тебя свет всегда в нужном месте добрый день с вами компания омзап для тех кто проживает не московском регионе и не имеет возможности привести к нам свой автомобильный профессиональный ремонт двигателя можете прислать транспортной компании снятый силовой агрегат вы оплачиваете доставку до москвы а мы отправляем вам отремонтированный двигатель за свой счет двигатель как право готов также мы пришлем полный видео обзор дефектовки ремонт вашего двигателя шайбочка медная тут у нас плавает смотрите какая красота вот находка бану я уже вижу что там в принципе не только саживать смотрите что мы и говорили да это уже алюминиевая стружка от вкладыша заборник забит о ну что наконец-то мы нашли куда же делались тормоза с чего все началось конечно смешного мало но к сожалению в этих автомобилях такая фигня включается повсеместно кусок хороший жирный кусок вкладыша мягенький алюминиевый смотрите сколько это просто просто это уже не двигатель к сожалению а труб ну что дальше у нас все идет по налаженной схеме дальше мы идем сообщаем мастеру что мы нашли он соответственно будет звонить клиенту либо клиент приедет сам посмотрит чтобы принять решение что делать дальше либо уже согласуется по телефону ну как бы это уже будет зависеть от владельца данного автомобиля ну главное что мы как обычно не ошиблись слава богу что мы знаем что мы делаем нашли то что нужно принципе то что мы и догадывались что что мы найдем пойдем включение какое заключение снятие разбор двигателя дефектовка и уже по результатам дефектовки мы будем говорить что нужно менять что не нужно менять но судя по количеству стружки я вам так скажу то есть по моему опыту там будет полная замена двигателя потому что очень большое количество удивительно что он еще не заклинил или как у них кстати бывает иногда даже колено лопается пополам вкладыши потому что коренные возможно еще вкладыши баланс валов поэтому он и не стучит поэтому потому что шатунные еще более или менее то есть как-то там держится на своих шейках ну что будем звонить клиенту сообщать ему радостные новости ну что дорогие друзья собирались согласовать все наши дальнейшие действия с клиентом и как оказалось что клиент к дальнейшему повороту событий совершенно не готов чтобы снимать двигатель и смотреть что там днем развалилась от нас он попросил чего попросил помыть все залить приклеить обратно поддон прикрутить обратно заборник залить новое масло естественно мы его зальем погуще и скажем так поедет домой этот автомобиль ждать пока что-то изменится скажем так финансовом плане до нашего владельца поэтому сожалению мы не покажем что конкретно в нем развалилась так сказать вот покажем ну может быть позже если он к нам вернется просто сейчас соберем все обратно и поедет он дальше но что хотелось бы сказать по нему причина всей ситуации данной это неправильная диагностика которая производилась изначально после того как была поменена турбина был поменен вакуумный насос был поменен зачем-то был поменен вакуумный ресивер понятно зачем проблема была в том что педаль каменная у человека и он не мог понять почему это проблема была всего лишь давление масло потому что вакуумный насос на данном автомобиле работает на масле если масло нет как у него то и соответственно вакуума тоже нет соответственно поэтому уже поводу умирала турбина поэтому же поводу обнаружили мы целую гору стружки поддоне в заборники и везде вот ну вывод какой что правильная диагностика это залог успеха залог жизни двигателя и уменьшение растрат ненужных в общем что я могу сказать делайте правильную диагностику приезжайте к нам мы это обязательно сделаем вам правильную диагностику вот смотрите наши видео там в принципе тоже можно увидеть много интересного и вот кстати для владельцев всех грандстарксов каменная педаль это не обязательно вакуумный насос каменная педаль тормоза это может быть глубоко ниже вот причиной поломки было в элементарную вот она вот она как и у всех них у евро 4 грандстарксов вот что мы нашли в поддоне это сгоревшая шайба прогоревшая ну видимо на поддоне потому что я уронили когда доставали при замене но уже было поздно и дальше они не сделала для чего они не померили давление масла и не почистили заборник а если бы они это сделали он бы и дальше бегал ну а так как видите вот это мы для клиента специально собрали что мы нашли чтобы ему показать чтобы наши слова не были пустыми опять же потом посмотрит видео твои со своей машиной приезжайте к нам подписывайтесь на кола ставьте лайки до встречи у нас в автосервисе будем надеяться что только более простыми вещами там замена масла и все остальное замер давления масла до свидания